Здравствуйте, мои любимые, я еще раз. Ой, девочки, читаю ваши комментарии и думаю, почему вы думаете, что я поправилась из-за мукбанга? Вы что думаете, я на мукбанге не буду кушать то, что кушаю на диете? Или когда на диете, на правильном питании? Или когда вы думаете, что если бы я не делала мукбанга, я бы не поправилась бы? Вы одного не понимаете. У всех людей организм по-разному дает знать, да? Я, видать, свои проблемы заедала. Вы поймите меня правильно. Потому что у меня так и стрессы бывают, ребята. А сейчас любая вещь для меня стресс. Вот любая вещь, вот такая, вот чуть-чуть такая, я уже стрессую сильно. Нервы подшатанные. Вот сейчас сижу, ем салат. Понимаете? А у меня какая-то сильная стресс. У меня прям, прям кушать тянет. Я же вам еще раз говорю, ребята, это все в наших руках, да? Все, но бывает так, что твоя голова и твое сердце, и твой мозг, и твое тело идут по своей пути. Вот не хотят тебя слушать, и все. И не дают тебя закрывать глаза, тебе все похеру. Я бывало так, что я по два, по три раза ела. Вы думаете, если мукбанга не было, я бы не ела бы? Да, конечно, ела бы, точно так же. Вы думаете, я только из-за мукбангов, что ли, так ем? Вы что думаете? Потому что я записываю... Что я там такое сверхъестественное ела? То, что я ем ежедневно хоть записываю, хоть не записываю. Вы что думаете? Я хинкал четыре раза в неделю у нас бывал. Сейчас его нету, потому что я не хочу. Манты тут разделала, и все. Сейчас я должна хавьера пойти домой. И мне с тобой он говорит, Гуня, пожалуйста, извиняюсь, что ем, да? Но я не думаю, что это прям так, знаете, девчата, так безобразно, так ужасно. Кому не нравится, когда кто-то кушает, я могу все прекрасно поесть. Но это обычный салат. Ничего мне не течет. Прям я здесь такая не пыхчу, не потею, чтобы это все съесть. Это нормально, мы все люди едим. Прям все такие стали, не знаю, прям, ой, я так не люблю. Ну, не любишь, не смотри. Знаете, я настолько уважаю ваше мнение, я настолько уважаю свою публику, зато моя публика меня не уважает абсолютно. Мне иногда такую могут сказать, да, что я бы себе такого не позволила бы. Сейчас я должна на хавиру пойти. Мой красавчик, сегодня втюг получил. И мне истин, он говорит, я сегодня так рано на работу ушел. Но действительно рано ушел, девочки. Я не могу, говорит, я как пьяный. Ну, я говорю, ложись, отдыхай. И он мне говорит, полшестого, я говорю, полшестого, я говорю, полшестого, я должна туда пойти. А может, это он и даст его сюда? Он попит. Я ему говорю, я говорю, не пойду, тогда иди ты. Он так не понял. Я говорю, почему? И когда она мне сказала, я тоже приду. Мирея, я хочу попробовать, это очень хорошо. Я хочу попробовать, девочки. Но? Они обратно там что-то пекут. Что вы сейчас срабатываете? Нет. И что вы хотите? Дима, что? Что? Но все рует? А, Мира. А рулят делает. Этот, я просто ем и даже не предложила Мирея. Я говорю, Мирея, хочешь попробовать? Потому что оно все равно посторонний ребенок. Так вот, и мне Эстаман говорит, Эстаман, где-то тут тама, куда-то. Тут сыны сейро. И ты арта я. Я говорю, забери свою сигарет. Говорит, все время они тут валяются. Ну, короче, слушайте, девочки. И я ему говорю. Кайтаночка мне. Я тоже с вами пойду. Он говорит, не с вами, а с ней. Я не пойду. Я говорю, ну, хорошо. А он же у меня ревнивый, девочки. Хоть не хочет вид показывать, да? Ну, я нет. Ну, он мне и повода не давал. Буду сейчас сказать. Я тоже повода не даю. Вот, и виноват меня. Потому что я ему, если я ему расскажу, это другое дело. Я же не рассказываю, девочки. И он говорит, может быть, попозже, там, туда-сюда. Почему ты ей не позвонишь и не скажешь? Давай попозже встретимся. Я позвонила. По жене. Я говорю, вот так, вот так. Антония, тебе сказала, она говорит, да, сказал. Ну, что ты хочешь прийти? Я говорю, а попозже не знал. Она говорит, ты знаешь, он, говорит, придет, говорит, ты сказал, полпятого. А в 7 часов здесь, говорит, ну, закапывать будет человека. Ну, это женщина, которая умерла. Мы туда хотим пойти. А потом все равно нам надо туда пойти, баранов там закрывать туда-сюда. Я говорю, ну, когда будешь, тебе позвонишь мне, пожалуйста? Она говорит, хорошо. Теперь Адам. Девочки, Адам запарил моего мужа. Ну, девочки, я так рада. Он раньше никогда с Адамом, он так не делился. Сейчас. Он раньше все через меня. Сейчас. И с Теон. И с Теон. Я этому очень рада. Он же хочет кондиционер. Отец сказал, ни хрена. Два дня осталось до лета. Лето. Не надо нам, наконец-то. И мой сын говорит, конечно, если был бы велосипед, он бы себе бы взял бы. Но, конечно, так же, как это мне и отцу. Как будто это моему сыну. В зале кушать невозможно, девочки. А я не вмешиваюсь. Я ничего не говорю. Потому что один раз девочке я сказала, как вы вот так живете, как нищеброды. Я вот так сказала. Слушайте, девочки, их трое человек, и у троих шикарная зарплата заходит в дом. И никто копейку ничего тратить не хотят. Что я? Они что нашли? Козла отпущения, что ли? Хватит уже. И вот. Он такой говорит, ты знаешь, если он там-то, там-то есть, и в Лерой есть. В Лерой тоже есть. А кондиционер до кота в Лерой? До триньде-хута и до куаринта. И притя-хута. Два тридцать. Двести тридцать евро. Поняли? Разве это деньги девочки? На его... Это же от помещения зависит. Вот это тоже мы в Лерой купили. Сколько у меня кота уйти? 700 мне. Вот этот обошелся, потому что чем больше помещение, тем это, да? Девочки, вот эту футболку, да? Вот эту футболку мне мусульман подарила. Моему мужу. Он ее не снимает, две штуки одинаковые. В Австралии мне их купили. Это мусульман, наверное, из Турции, когда в Турции купили. Вот эта я не забыл, но я не знаю, что одна из Турции купили. А? Ну, тоже она, наверное. И еще хочется купили. Посмотрите, он человек, но не нужен. А это он почему-то? Считывай, он какой-то такой бусин. А курина. Что? Что-то, он какая-то casa. Окей-то? Ну, а не укурина? Тебе, говорит, говядину надо вареную кушать, потому что ты, говорит, вообще мясо не ешь, это, говорит, нехорошо, он переживает, никогда, никак не, ну, девчата, вот такой у меня, вот такой у меня жизненный блог, девочки, вот такой, как вся жизнь идет моя, как вот так, как я встаю, как я ложусь, как я, я всеми вами делюсь, и цените это, пожалуйста, даже ем с вами, девчата. Могбанг после 27-го, девочки, уже мне пришло сообщение, разблокирует, наконец, мы сейчас в мире ее отправили, чтобы кошек завела, и когда она говорит, она не сможет, я говорю, почему не сможет, она здесь всем больше у меня находится, чем у себя дома, она уже все должна, идея, она пошла, Короче, кошек завела, и сейчас, если он, говорит, меряет, она всех кошек завела, смотрит, говорит, мы Томаса вытащили, смотрели, тут Томаса во рту, говорит, кошка, говорит, он сразу, он говорит, я пошутил, он пишут, ты дебильные. И он, короче, хочет кондиционер же купить, и он говорит, если он, девочки, у какого мальчика, вот скажите мне честно, 20-летнего, у которого только 20 лет исполнилось, да, у кого, у какого мальчика на наши деньги, как, ну, наверное, 2 миллиона на счету рублей. Вот у моего сына 2 миллиона рублей на счету есть, точно, я вам говорю, потому что он мне говорит, сколько есть. Смотрите, что он мне говорит. Я деньги оттуда вытаскиваю, говорит, не хочу, откуда откладываю. Он говорит, я, наверное, говорит, поставлю в кредит. Я говорю, 230 евро в кредит. Он говорит, ну да, без процентов ничего, за 6 месяцев расплачусь. Я думаю, какой он умный, как он далеко пойдет, девочки. Почему я не такая? Сейчас он мне пишет. Это не твой пакет? С тема пакет пришел, девочки. Я говорю, если он мне так хочу, он говорит, я пойду. Видите, насколько меня муж маршала, я им горжусь. Насколько я уже устала кушать это, но все равно оставить не хочу, девочка, потому что это такие дорогие салаты эти. Вот это мой ужин. И вот, если он, я пойдет, заберу. Там такой пакет маленький, девочки. Он настолько маленький, что я подумала. Опять, наверное, говно какое-то купила. Извиняюсь за уражение. Ну, знаете, девочки, вот все, что я купила через интернет, не то, девчата, это. Вот тут все равно, вот, чтобы там, кто бы там ни говорил, в Испании качество очень хорошее. И одежда, девочки, и все. Вот ты трогаешь, вот через интернет покупаешь. Дешевое говно. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но девочка, вот такой пакет на кровать, который два метра. Понимаете, девочки, смотрите. Вот вы со мной спорите, да? Сколько я людям написала, потом, потому что они начинают, мне говорят, он там посмотрит. Если твоя кровать, матрас твой, два метра в ширину, два метра в длину, и высота. Как минимум, девочки, чтобы вот это, как говорится, кишки в кровати видно не было, да? Она должна свисать. Ну, девочки, давайте, 50 сантиметров что это такое-то? Вот это, а что вы с кровати, вот так должно, что ли, свисать этот? Она же должна вот так свисать. Да, но если смотреть, мне, значит, одеяло, как минимум, девочки, 3,70 нужно. Ширину 3,70, понимаете? 3,70 метра. Когда я вот так показываю девочкам, да? Я им видео уже делала, показывала, вот так надо, вот так, они все равно со мной спорят, девочки. А потом есть такие рюшечки, которые продаются, которые на матрас вот так снизу одевают. Если она мне хоть этот матрас, а матрас у меня 50 сантиметров где-то, наверное, высотой, вот это хоть закрывает, я уже буду довольная. Ну, фотографии, то, что я увидела, девочки, я не знаю, она мне отправила или с того она отправила. Мне кажется, что она ни хрена не закрывает. Вот у меня такое ощущение получилось, девочки. Сейчас, подождите. И как я не люблю, он взял, открыл мой пакет. Как я не люблю, когда вот так... Ну, посмотрите, девочки. Вот такой пакетик. Надеюсь, что я очень-очень-очень ошибаюсь. Надеюсь, что она вот так просто хорошо свернута. Я ему говорю, ты почему открыл? Я уже не выдержала, девочки. Вот видите, вот этот пакет черный, он в черном пакете был. Он взял, открыл и посмотрел. Я говорю, ты зачем открыл, посмотрел? Почему ты это делаешь? Вот в последнее время он такие дебильные вещи делает. Я говорю, а если я туда там хрень какой-то заказала, а? Вот так прям сказала. Или мой муж какую-нибудь там куклу, а? Ему стыдно, у него же... У него и наша есть, он такой... Я говорю, вот что, первый, последний раз. Вот у Эстэвана отец тоже вот такие вещи делал. Эстэвана же там был прописан долгое время. И, конечно, все проходило. Он, девочки, неужели я доем этот салат? Это первый раз, девочки. Все время у меня остается. Эстэвана письма, когда приходили девочки, он все письма открывал, а потом Эстэвана давал. Эстэвана где рассказал? Если бы оттуда змея выскочила, в это бы это больше бы не сделала. Как жалко, чтобы оттуда змея. Он говорит, мне Эстэвана так это бесило. Вот моя мама такие... Вот моя мама что-что никогда такого не делала, девочки. Я не видела, чтобы моя мама в сумках лазила там. Может быть, я не видела. Может быть, делала. Ну, чтобы... А сколько мне подруги письма писали там туда-сюда. Раньше же в советское время переписывались и все. Не рада, моя мама. У меня открыла, девочка. Я своих всех животных выпустила. Своих... Сейчас, говорите, это не животное. Это птица вытащила. Ну, кульса тоже не птица, девочки. Кульса полуптица, полуживотная. Вы представляете? Насколько у меня уже желудок маленький, да? Устал. Что я вот один салат, да, есть не могу. Я раньше в жизни бы вот это не села для ужина. Я бы злилась бы. Я бы сказала, это что? Я бы манты, курзы там. Это с чем такое? Да, суп там. А, смотрите, говорите, что... Я один раз вот так сказала. Человек мне сказал, да, ты права. Хочешь, одна моя родственница, как вы говорите, делает рвальное голодание. Там. Восемь часов кушать, остальные не есть, да? Сколько я там пробыла? Три-четыре месяца, пять месяцев в Махачкале пробыла. Ну, вот, ну, грамм незаметно. Я говорю, я говорю, ее мужа. Ну, я. Говорит, моя жена, говорит, на диете в интервальном голодании он со мной забил. Она говорит, ты мне, пожалуйста, иди, но я что-то не замечаю. Чтобы она хоть что-то похудела. И я ему говорю, вот какая раз... Девочки, вы сами посмотрите, вы говорите, после шести нельзя кушать. Это я вам говорю, мое мнение, вы им свое мнение до конца идите. Какая разница? Ты после шести не будешь кушать там, я не знаю, сколько времени там, до одиннадцать часов, например, да? Абеда. И потом ты возьмешь, позавтракаешь там, хлеб там, мясо, колбасу там, это все. И эти восемь часов ты просто напихаешь себе столько калорий. Я считаю, что это неправильно. Ты можешь есть в любое время. И после шести, и после семи. Но смотря, что кушать. Что моя кайтана, что моя бабушка. Моя бабушка вставала двенадцать часов, шесть часов, могла компот с хлебом. Там... И не вот так. А наш хлеб, знаете, вот этот, буханку, полбуханки убить. Она твердое не ела, она только мякушку. Вот эту всю мякушку убить. Там два стакана хорошего. Ах! И ее компот невозможно было пить. Настолько он был сладкий. Девочки, так, она туда еще две ложки сахара вела. Или могла она встать там что-то себе подогреть, поесть. Она обязательно ночью ела. И мы иногда с ней ели. Никогда моя бабушка полная не была. И моя бабушка просто девочки, понимаете, дело в том, это не металлизм, просто она очень много двигалась, моя бабушка. Это, во-первых, во-вторых, не такую уж она калорийную еду ела. Вот мы... Когда она подросила, тоже неплохо ела. Потому что мы с ней жили... Ой, девочки, а там, бля, слава, поела хорошо, дышит. Мы садились кушать? Она маленькие порции ела. Она жирные вообще не ела. Сладкие ела? Вот чай, сладкий пила. Вот не вот так там, шоколад там. Она чай пила, прикуску с сахаром. Там с куском пирога. Ну, свои пироги, девочки. Некупленные. Вот смотрите, печенье же сделала Кайдана. Уже 3-4 дня их уже кушать было невозможно. А докупишь мир, когда они печенье, да хоть 10 месяцев они там будут лежать, а они как свежие. Ну, почему это? Потому что они натуральные. Хоть срок ранения пройдет. Девочки, меня уже затошнило. Я так быстро поела, потому что хоть спешила убрать. Я уже стала медленно кушать, девчата. Я уже стала потихоньку кушать, да? Раньше еще никто не... Еще никто половина не было, я уже доедала. А сейчас, девочки, не знаю, что со мной. Очень медленно стала я кушать, девочки. И у меня вот такого прям нету. Ах, как раньше вот это. На испанском знаю как будет, на русском не знаю. Вот это прям как будто я вот сейчас все смету, глазами все поем. У меня уж такого нету, девчата. На днях мой муж бургеры принес, я сказала, нет. Я даже нюхать не села. Мой муж шокит от меня. Понимаете? Потому что я 3 недели, да, было очень тяжело первые 3 недели, девочки. Первые 3 недели я прям... Анседана испанском называется. А здесь вот как ненасыпность, что ли. Ачку-чук, короче, на кумыкском. Анседана испанская, вот на русском, не знаю. Как-то так получается. Вот. Я смотрела, я злилась, потому что вот то, что вот я вообще картошку жареную не очень люблю, да. Но я могу ее поесть, но смотрите, как я ее могу. Не вот так, как мои кайданы, она вот так любит, да, вот это фри, картошка фри, или картошка фрю, я нашу картошку вот так, если вот так, как мы жарили раньше, особенно с грибами, там, знаете, вот кусками мяса там можно, или просто картошку с луком, или с яичками, я люблю вот так, да. Ну, не то что люблю. Могу покушать. А вот так нет. И когда я видела, там даже вот эта картошка, мне даже вот эта картошка хотелось, мне все хотелось, а сейчас уже все, уже перехотела. Уже как-то вот так. Сегодня чуть-чуть вес сдвинулся, чуть-чуть, 400 грамм сдвинулась. Я же в шоке, девчата. Я вчера, вчера мужского, истерону хоть целый день ничего не кушает, а же ненормально, вообще не двигается. Он говорит, терпение, терпение. Ну, а жду. Жду, девчата. Сейчас приедет мой муж, я вам сниму, покажу. одеяло как бы, да вообще, 54 евро отдала. Немного, конечно, это там, что там, на ваши деньги, сколько там получается, там, 10 евро, тысячи рублей, да? Ну, почти 6 тысяч рублей, да, на ваши деньги получается, не знаю, да? Не, 6 тысяч, 5 тысяч получается. 5 с чем-то, короче, да? 5500, скажем. 5500, девчата. Вот вы со мной спорите и спорите, да? Ой, у нас там пенсии хорошие, у нас там зарплаты хорошие. Вот я вчера смотрела, Якубович, девчата, 23 тысячи пенсии у Якубовича, который, ну, поле чудес вел. Я в шоке. Ну, конечно, он там, я не говорю, что он нищий или кто-то. Нет, девочки, нет. Он, наверное, отложил, у него, наверное, там шабашки свои были, все это, потому что он в рекламах снимался, все это, я это прекрасно понимаю, но все равно, девчата, это же вообще смешно. Смешно, девчата. Смешно. Как-то вот так. Моя мама 22 тысячи получала, сейчас будете писать, нет, это неправда. Моя мама 22 тысячи получала, в 2013 году, мы думаем, 23 тысячи почти пенсия у моей матери была. Разве плохая, ну, у нее инвалидность была. Плюс пенсия, да, наверное, это все вместе, наверное, ну, 23 тысячи она получала. Я же знаю, я же точно, я квитанцы видела, все видела, девочки, последнюю пенсию мы с сестрой пошли получили. Как-то вот так. Мало жить и жить вот так. Знаешь, у меня родственники сказали, у нее очень хорошая пенсия была. Но моя мама всю свою жизнь проработала, девочки. Зам главного богатра. Сколько лет я ее знаю, столько лет. Моя мама отучилась, курсы сделала, отучилась, и все, девчата, стала работать. Она с 22 лет, что ли, она, или с 21 года, что ли, работала. Или с 20, вот я не помню, девочки. Моя мама же мне сказала, у меня никогда в жизни пальто не было. На первую зарплату я себе пальто купила, на радоваться, говорит, не могла, всю жизнь в кофтах ходила. Никогда у меня пальто не было, ничего не было. Представляете? Ну вот. Короче, вот такая жизнь, девчата. А здесь у детей все есть и не ценят. Но разные времена, конечно. Ладно, девочки, сейчас придет и стыла, покажу вам, как одела, и потом пойдем в гости. Девочки, кому-то первый раз волнуюсь, девочки. Прошла, прошла мы. Самый большой размер, который я нашла. Так, девчата, вас чуть-чуть, я сюда вас положила, поставила. Но вы же у меня молодцы, девчата, умеете, держитесь, девочки, только не падайте, хорошо? Я сама так свет тоже включу. Ой. Наверное, очередное говно. Но будем надеяться. Это что? А, это для подушек. Это для подушек. Ладно, подушки, это все ерунда. Рассветок вот такой, девчата, белый, короче, но это надо, конечно, погладить, простернуть, да, потому что хер его знает где. Я сейчас еще на постель свою. это. Это же еще надо. О, что-то. Подождите, подождите. А, это все. девочки, подходит, не может быть, не может быть, девочки. А, какая я умница. Девочки, подходит, вроде бы, не может быть, девочки. не может быть, но не может быть, не может быть, но не может быть. На колесо. Дохни дефрута ромбоко. Вот так. Что-то она какая-то странная. Это на шесенье. Здесь я короче коротко. Маленькая. Ну ладно. Она маленькая. Она не доходит, девочки. Она, знаете, она должна быть в доме. Она должна быть вот так. Сейчас я вам покажу. Она должна быть вот так. Вот так. И это должна быть вот так. Но не везет мне, девочки. Что теперь я могу поделать? Вот так она должна быть. Но почему-то это не так. Это как-то вот так сверху вот так. А почему она вот так? Ну ладно, значит вот так. Вот так. И это для подушек. А я дам вам кухню. У кухню. Это дорого. Все. Она должна быть вот так. Сейчас я вам покажу. Эта подушка вот так. И это должно быть вот так. Вот так и вот так. Поняли, да? Она должна быть вот так. У нас все. У нас все. У нас все, что-то. У нас все. У меня есть какие-то маленькие, lessons. У меня есть, и я же вам говорю. У меня есть какая-то х密а, Какая хрена я такой, калатси не делала эту? Но не знаю, sexy. эта цель в этом направлении и на это она разочная вот эта цель это справляется вот только один и другую сторону или на заданные или на заданные двух сторон а с этим да еще значит Вот в рамках. Так же, это два метра. Но... ... 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 Это один, это один. Да, ага. 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 Это странно, ага. Не так. Нет. Это так. Это как на полном runе. Ага. Это так, как приянуть обратно. Ага. Это так, брешка. Вот так. И это так. Это так как для головы? И это так как для головы? Это так как для головы. Я пойму, что это китайцы, извиняюсь за выражение. Это так, это так должно быть, потому что это, но поделись, это кому пару парси, это по лаку, это так, вот так она должна быть, это точно. Здесь есть два метра, но это не так. Что это? Это лакутир. Вот так. И здесь у него есть лакутир? Да, здесь должно быть это. Синферсилия, да? а это не должно быть так 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 Не подожди, я не подожди. Устан, лучше так, как обережно. Так, так. Устан, давай, давай попробуем. Давай, давай попробуем. Давай попробуем. Устанет. Устанет. Это сако? девочки на 54 это же вообще считается копейки девочки смотрят на мой сколько я замучилась это я поглажу девочки и это будет шикардос шикардос Девочки, неужели, мне же так всегда стыдно за мою кровать. Перед вами мне больше кто приходит, девчата, подумайте, что за хозяйка такая, которая не может себе постельное белье. Вот, я согласна была, мне одна девчонка из Махачкалы говорила, я тебе сошью, я тебе сошью и пропала, девочки. Ну, там у нее, смотрите, совсем по-другому, нет, она сейчас, девчат, так, сдалека я вам сейчас покажу, подождите, вот, подождите. Так, ну, а, девочки, да, вариант такой, ну, я уже хоть буду знать, я еще дешевле хотела купить, понимаете, чтобы просто примерить, да. Ну, вот, смотрите, я куплю теперь, я теперь разного расцветка буду покупать, я теперь буду знать, вот, этот размер, значит, мне подходит. Вы поняли, да? Он чуть-чуть такой, но лучше, чем было, нет, девчата, вы представляете, да, я же так замучилась. А еще, если я одену сюда вот этот нордик, да. Девочки, а мне нравится, потому что у меня ничего лучшего не было, ничего лучшего не было. Мне Магомедова, дай бог ей здоровья, отправляла вот такого же, как мои занавеси, да, вот такого цвета, как мои занавеси, мне отправляла очень похожую, да, но она совсем была маленькая. Она вот так была до, до вот этих, поняли, да, мне даже не верится, девчата. Вот, еще можно, даже можно ничего в ушей не покупать, но я могу купить вот эти ажурные, вот эти снизу, понимаете, если нордику поставишь, она чуть выше будет, да, и вот можно будет вот эти ажурки купить, чтобы вот эти палки не видно были, да, потому что видите, как видно. Кайтана, иди сюда, посмотри. Она что, он готовит, вот что, рулет готовит. Ну, как, скажите только честно, да. Ладно, слишком честно тоже не надо, девочки, да, слишком откровенно, потому что я знаю, где вы находитесь, я знаю, что у вас кровати стандартные. Кей ты парися на ее лицо? Хорошо, не буду снимать. Скажи, что тебе, что тебе? Мирея, венки, диме лаберда, Мирея. Киро сенсороминта, Мирея. Ту, ту, ту опиньон, но киро опиньон, динаде, соло тую. Куаль, кей ты парися? А вот на кто? А кейси? О, Мирея всегда меня поддерживает. Не то, что это. На эту, смотрите, прячется, как будто я не знаю. Ну, короче, вот так, девчата, я рада. Они не понимают, что это такое. Эта же кровать не сделана, такое ощущение, что ты без трусов. Понимаете? Вот знаешь, одеваешь длинное платье, да, у вас такое не будет, да? И раз так говоришь, а вот, вот, ну, я не могу быть без трусов. Мне такое ощущение, что все знают, что я без трусов. Понимаете? Хоть это и незаметно, пускай будет, пускай что угодно будет, да? Но вот такое ощущение, что все знают. Я прям смотрю. Ну, конечно, девочки... Ну, ладно, сейчас скажете, цыганский вариант. А другого варианта и не было. Но я сейчас куплю. Теперь буду знать. А вот знаете, вот мне вот такие обои нравятся. Есть такие обои. Мне вот такие обои нравятся. Мне вот эти расцветки цветов, вот эти все. Мне нравится. Ну, такой более, как у бабушки, да? Уютный такой делается. Хочешь, сама себя уговаривай, да? Вас уговорить не собираюсь, девочки. Я понимаю, что вы где живете? У вас стандартная кровать. У вас никаких проблем нет. Вы можете себе купить любую. Блюмарин. Любую можете себе купить. Не то, что я. Я не могу, девочки. Ни финансово, ничего, ни, как я говорю, ни экономично, девочки. Дело не в этом. Дело в том, что теперь все. Теперь мне осталось лампы. Купите все. Лампы я куплю и все. Теперь я как-то... Вот видите, ну ты ему долго шел, девочки. Долго шел. Я аж спасела, девчата. Как он? Я аж спасела. Ну все. Сегодня будем с мужем обмывать кровать, девчат. Как он? Сейчас все клапаны, наверное, там этот. Хотя ты мой, я не знаю, он китайский. Сейчас все из Китая, девочки. Что вы здесь делали? Ой, девочки, смотрите. А ничего она сделала, э? Смотрите на английском, он смотрит фильмы. Как вам? Девочки, а ничего. Ой, я не буду пробовать. Кайтана, почему это такое? Мягкое такое, приятное. Что за тесто? Еще он болит, а не канеля. Фу, еще канеля. Ой, не люблю канеля. Ну, короче, как-то так, девчата. Теперь со мной на вы и на будьте любезны. Я уже все, девочки. Я уже женщина, у которой есть постельное белье. Не, покрывала у которой есть. Девочки, я вас послушала, совета вашего, да? И вот смотрите, вот куда я этот цветок поставила. Вы мне сказали, ей солнца не хватает. Я поставила. Многие мне написали, этот опять без рубашки. Ой. Девочки, а мне нравятся, мне нравятся эти, да? И вы мне сказали, не выкидывай, мне тоже нравятся. За тапочки вы мне говорите. Девочки, они же всегда уличные. Испортится, да и хер с ними. Выходишь на улицу, думаешь, воздух возьмешь свежий. Ну и вон нахер. Лучше не выходить. Там не то, что воздух, девчата, там сгоришь, блин. Так, короче, сейчас поставим этот. Посудомойку моему ставит. Пойду помогать ему. Помогать, потому что он посудомойку ставит, девочка. Дочка убирает. Девочки, порадуйтесь, да, за меня. Я так за вас радуюсь, когда вы мне пишите что-то вот такое, да? Вот там дочка родила там, внучка родилась. Ну, дочка родилась, внучка родила. Я родила там это или то. Когда вы мне пишите, я так за вас радуюсь. Вот уже порадуйтесь за меня. Надо уметь радоваться за друг друга. Вы не заметили сегодняшний день? Все у людей есть. И пылесосы, и посудомойка, да? И стиральные машины. И вот все есть у каждого. У кого сегодняшний день машины нету, это только, я не знаю, наверное, ну вот у людей, которые больные, которые не могут, да, вот ездить. У всех есть. И машина все. И каждым днем, девочки, я замечаю, что люди стали ленивые. В прошлом, куда не зайдешь, ни одну тарелку грязную не увидишь, да? Раньше, да, вот при советске, какие женщины, какие трудолюбивые были. Руками все стирали, все. Иглажка не накапливалась у них, ничего. И работали-то по заводам, тоже сложные работы. С утра до ночи работали люди, да? Столько детей, все. И кушать всегда было, да? Мало, много, но всегда хоть на два, хоть на три дня готовился. Один суп, да? Но все такие улыбающие были. Все такие довольные были. Вроде бы и никто ни с кем не соперничал. Если тебе там пальто достанется в хорошем состоянии от твоей сестры, от твоей там двоюродной стресс-троюродной стресс-троюродной, так ты радовалась как-то, знаешь, вот что-то такое современное тебе досталось в хорошем состоянии. Сейчас у всех все есть и ни к чему не радуется. И пылесосы есть, и у людей пыль. И все есть, девочки, все есть. Миксер, девочки, у нас во дворе только у нас был, к нам все ходили миксеры, у нас просили торт спечь. А сейчас у нас все есть, и духовки хорошие все, и кроволновки, мультиварки, и никто ничего делать не хочет. Понятно, да? И никто ничего делать не хочет. Вот так. Сегодня пыль убирала, девчата. Вот видите, у меня без очков вообще все шикарно, девочки. Вот сейчас очки одену, но вот так как сегодня убирала. А вот видите, вот здесь что-то есть. Ну, это все чистое, девочки. Все, подокольники, окна, все чистое. Я сегодня это окно мыла, сегодня это окно мыла, двери мыла, полы тут мыла. Но сейчас, конечно, надо будет еще раз помыть. Они же ходят туда-сюда. Опять посуда, масуда, девочки. Смотрите, как она стоит. Как цапля, вот так моя сестра стояла. Одну ногу на другую ставила. Как мне это не нравилось, как это было неженственно. Я ей говорила, все равно делала так. Вот она тоже так. Так, девчата. Короче, вот так. Жду звонка, девочки. Сейчас позвонит Хавера, мама. Никто ко мне не звонил, какая-то она? Ну, ты не слышала звонок? Нет. А, вот. И пойдемте. Ой, не знаю, это в это платье пойти, что ли, нет? Оно такое тоненькое. Это не такое, девчата, это не то же самое платье. Другое постирать поставила. У меня, знаете, сколько таких? Хотя я одену другую. Че мне стоит? Богатая. На кровать. О, я же без сережек, девочки. Мирея, айладу микама, итами пинин, ты трайлю коррэ. Я без сережек, девочки, вы че? Я сейчас только заметила. А, здесь мой кулон. Здесь мой кулон. На этой фотографии. Вот сколько его посудомойки мыло, да, эту кружку. И ничего, все нормально. О, аж спотела, девочки, от счастья, от радости, девочки. Какая радость. Муча грасе, мой амор. Элис ла михор. Ла михор, кей тэнгу. Элис миссигунда, иха. Ну, сойс хемелас. Я говорю, близнецы, это моя вторая дочка. Я методически, я мартита. Бали, Мирея. Я говорю, называй меня тетя. Хорошо, блядь. Она меня это тетя называет. Как-то так, девочки. Ну, совсем, совсем другая. Ла мур. Мой муж посудомойку ставит. За работу это считает, девочки. Мой дочь эту посудомойку вытащит. Сейчас, сейчас, сейчас. Полчаса. Почему не ставишь это? Это как микронда или как? Или орно? Орно. Ну, ставь. Я ставлю полнорнорно. Надо было раньше полчаса кино смотрите. А ладно, два часа с половиной этот рулет делаете вы. Из тебя пекарня плохо будет? Если у тебя будут заказы по сто штук. Нет? Мне тоже. Это очень тяжело, как это она. У махина ты по семь персон, а по до семь персон. Это мой дуро. Ну, пара, ты апринда и ясна. Когда ты научишься плов, голубцы делать? Готовь. Готовь. Зачем мне печь надо? Ты готовь. Я уже плов, я сел. Плов ты знаешь? Я готовлю, а не все арусала кубана. Арусала кубана это ность плов. Как плов? Плов только докумистой. Плов. Она уже рис умеет варить, девочки. Скоро буду кайфовать. Скоро буду вот так, как моя мама сидеть. Пыль вытерла? А ну? А ну вот так пальцем сделала? Ага. А? Это сделала? А? А? Вот так вот. Я скоро буду кайфовать, девчат. Ай! Ничего делать не буду. Как моя золка отправляет своих детей на работу. Вот так я тоже буду. Когда она пошла, сделала работу. Пришла. Давай. Иди. Еще такая недовольная моя золка. Ай, девочки. Ай, девочки. Я же чуть-чуть спотела, сразу это место чешется. Сегодня опять нокти. Экономлю, девочки. Потом. Как мне Алия написала. Хочу, говорит, признаться. Я, говорит, стала. Короче, она наркоманка моя, Алия. Все по вайберу. Вайбер нет. Ну, вот это два и без. Она, говорит, не могу без этого. Все заказывает оттуда. Она, говорит, я уже, говорит, чувствую, что у меня проблема. Сейчас. Меня заразило. Сейчас теперь все. Теперь у меня будет. Каждая неделя. Девочки, смотрите. Девочки, смотрите. Буду покрывало покупать. Каждую неделю, девочки. Всех цветов попробую. Теперь уже поняла, какой размер мне нужен. Вот, куплю девочки. Которые под матрас есть. Вот такие херюшки, которые висят. Вот так. И будет у меня вообще, как у бабушки, кровать. Вот, говорит, это чья кровать? Я буду говорить, от бабушки осталось. Ха-ха. Наследственно. Бедная моя бабуля. Вот это кольцо мне оставила. Еще одно кольцо. Было? Короче, было, было, да. Да, да ушло. Как-то вот так. Но ничего. Она у меня все равно в сердце, чтобы не оставила. Понимаете? Когда я вот смотрю на людей, да, они говорят, там, мама мне столько оставила золота. Это память от мамы. Ну, хорошо, что... А что моя мама бедная могла оставить? Хорошо, что оставила дом нам. Ну, и то. Знаете, люди и этого не видят. Хотя и это не надо было оставлять. Надо было продать, прожрать все. Ничего никому не оставляйте, девочки. Ну, его нафиг. Спасибо, все равно не услышите. Наоборот. Ладно, все. Довольная девчата. Ставим лайк, подписываемся, поддерживаем, пишем хорошие комментарии. Вот, девчонки, едем. Это вот прям вот с дома вышло. Вон там они живут. Но не живут, они там находятся. Девочки, вот этот кусок, который продается, я спрашивала. 60 тысяч просит евро. Вот за этот кусок, вот за этот кусок 60 тысяч просит. Вообще мне не нравится этот кусок. Это дорога, конечно, для этого куска. Девчата, смотрите, сейчас полдевятого. 41 градус, девочки, на улице. Представляете? Вы представьте себе, сколько тогда было в 4 часа дня. Вот, посмотрите, аж вот прям как будто песок, девочки. Вот от жары вот этой, да? Как уже устали. Как это надоело. Когда эта жара закончится, не знаю, девочки. Вот этот красный домик есть? Вот этот. Вот такие они богатые-богатые, девочки. Да, вот. Вот надо, наверное, таким быть богатым, чтобы быть таким жадным, девчата. Вот свет, вот они сколько раз прошли, у нас спрашивают, а как вы свет поставили? А как он у вас работает? Вот без света они тут. Сейчас они только вот несколько этих, 2 что ли, 3 что ли поставили. Эти солнечных батарей. Батареи, не знаю, есть у них, нету. Я взяла с собой сумочку. Я осталась в этом же платье, девочки. Думаю, ба, нахер надо. Для кого, ради чего. Чтобы сюда прийти. Здесь же пожар был, помните, да? Пури, яйцо, яки. Это вертол? У них, конечно, земли много, девочки. Смотрите. У них вот эта пальма, они вторую уже посадили, у них умерла. Вот я не знаю, почему вот ушла и все, эта пальма. Вот они сейчас еще одну посадили. Это вот этот цветок, который как у меня есть. Алехандрита, что ли, как-то она называется. Вот они, видите, они как дерево сделали. А еще как арболь. Это же как наш. Смотрите, арку у них тоже. Какой, мой любимый? О, у них есть песина и все. Смотрите, бассейн у них. Какой, мой любимый? Хорошо, я буду вставить в воду, потому что они будут в воду. Такая часть. Я agriculture. Я pregnancy. Такая часть. Ты так делаем и stopлем. Amy, мне сейчас запрещено. Она очистится. onos погибßen оелен. Сейчас, говорят, придут бараны. А, вон, уже идут. Видите, пыль? Это их барашки. У них бассейн неплохой, между прочим. Большой, высокий. Хороший бассейн, девочки. Смотрите, какой высокий все. А я вот боюсь, моей Кайтаночке, вот такой бассейн поставить, девочки, мало ли что. Ну, может быть, и поставлю. Перец у них, ой. Огородик, девочки. Донде латенис лопавос? Ай, отрас? Донде латенис лопавос? Бой пая? А, я говорю, где павлин? Подожди, говорит, Антонию еще нету. Они доверяют, что ли? Арбузы у них тут, девочки. Ну, все вот такое сухое, они, видите, они, видать, не поливают. Хотя сейчас еще рано поливать. Виноград черный у них растет. Но у нее муж тут днем и ночью, девочки. Днем и ночью, вот целыми днями. У нее муж уже не работает на пенсии, да? Какой виноград? А это для вино. Виноград для вино. Вот, и что я вам хочу сказать. Она все время, ой, как умная. Ой, все соседи проходят. Она мне говорит, все соседи проходят. Хороший виноград. Хорошие, девочки. И все говорят, как у тебя чисто, как у тебя чисто. Мой муж, если бы не работал, вот такой, что ли, у него был бы огород. Вы что, девчат? Я ей говорю, если твой муж не работает, по 12 часов здесь на этом находится. Ну, хотя у них все опрятно. Более опрятнее, чем у других девчат. Это что, все высохло, что ли? Они виноградники тут делали. Это тоже я садил кому? Или это позднее, я не знаю. Или они уже... У-у-у, собака идет. Не знаю, доверять ей нет. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Она все время вот так, все время бежит. Так... Да? Эта пiscina не нравится. Эта пiscina не нравится. Эта пiscina не нравится. Да, я не знаю. Ай, не знаешь надеть? Да, но... Да, да, да. Ну, как ты так маленький, так как я, в любом месте мы уйдем. И она? Она в доме. Она делает... Как это называется? Рулу, да? Она сушила! Она очень нравится. Эта пiscina не нравится. На свою борщу? Она получается хорошо. А она пристает. Она типа нет. Ну, она очень... Она курина. Эта пирамя еще не изменилась. Душа, ну меня, да? Нет. Это все? — У меня много, что это! — Они с собой, они с собой в его положении. Они с собой в деревне, но с собой в их месте. — Лучше у меня есть с подгонами! — Я тоже с собой! Я просто с собой — разве она с ума! — Да, да, она с ума с ума с ним. — Да, и потом. — И затем у нас была в его положении. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сумку тут оставлю Как шумит, а? Мне так нравится, девочки Ага, мне так нравится Недавно выбирали В глаз, говорит, прям, говорит, одна оса Оса, говорит, прям в глаз, говорит, хотела А, и смотрите У них раньше, у них раньше, девочки Сколько было всего Да, она, говорит, я уже устала, я уже не хочу Все Сейчас я вам покажу Деточек ее Раз она Тут Павлин точно такой же Белого хочу купить Смотрите, какие они Мои уже были А что она одна? А, вот вторая Смотрите, смотрите, как они бегают Ну просто куколки Плащала Ну просто куколки, девочки А у нее такие маленькие они еще Конечно, такой грех, девочки, отобрать Я сейчас ни за что не заберу Они не дают себе снимать, девчата Они, наверное, донатик хотят Я сейчас им выпишу донатик Какие они хорошенькие, девочки Как я тут мащала Вы знаете, как они летают? Ай, за бабочкой она побежала Как они бегут, девчата Как они бегут Какие они красивые Мащала, мащала Мне надо им Этот От глаза что-то купить Повесить на шею А это гулящая, девочки Вот ее ни за что не забывают Ее закроешь, она убегает У нее два жениха есть Целый день Они с нее не слазят, девочки А она довольная И туда И сюда бегает Вот Она говорит Оставьте меня Так Водичка, наверное, у них есть Все есть Ай, мой Рамазан Мне одна девочка говорит Ты знаешь, говорит У меня сына, говорит, зовут Рамазан Девочки, я же вода не... Ну, конечно, я же их все хожу Моего сына, говорит, зовут Рамазан А? Сей, сей Моего сына, говорит, зовут Рамазан А у меня кошка, говорит, есть Которая зовут Гуни Я говорю, ты серьезно? Мне так смешно стало Она говорит, да, серьезно Сейчас Сейчас я вам водички дам Сейчас Конечно А время А вот Когда А ну, подожди Ай, гоша, мой золотой Ай, гоша, мой сладкий Вот так Целый день Она, наверное, тоже, девчата, испаряется От этой жадной, да? Ну, хочу вам сказать, что Не может быть, чтобы они Не может быть, чтобы они так Вот так они Бей, гоша, бей, гоша, корни Боится Ну, он действительно Ножками очень Знаете, кажется, что нет Но ножками он очень больно делает, девочки Проголодался, да, Гошечка? Сейчас, сейчас, сейчас Мои золотые сейчас и вам дадим А, они кушать все хотят Они же не насыты, эти курицы Они же не останавливаются, девочки Сейчас, сейчас, сейчас Так Потихоньку, потихоньку Я вам Водички захотел дать холодненькой Прохладненькой, девочка Вот так Ай, бессовестная Совести нету С двумя мужиками живешь, а? Какие довольные Когда петухи очень много поют Значит, они довольные, девочки Как все засуха Рамазан, ты что не кушаешь? Это он, янули Даха мы ее брал, янули Ой, красавица Это он, теннис, кетраерло Учарло ай, потому что Рамазан не кумит Кушайте, кушайте Кушайте, мои золотые Сейчас Сейчас, Рамазану тоже кушать дадим Потому что они все хотят Все, вот аи, он по киту Давай, Рамазан, кушай Кушай, мои золотые Все, все, все Ага, довольны, довольны Вот как бы ты их не заставляла Да, вот Ну, как Вот, ну, от души, да У меня есть один петух Который девочки на крышу лазит, да Вон, смотрите Сейчас я вам покажу Вон, видите, да Ты что там делаешь? А ну, спускайся Ну, спускайся ж ты Как они летают, девчата Вам просто видно Теперь они оттуда Никто кушать не хочет Все пошли туда С пола кушать Ай, моя сладкая Девочки, давайте я вас оставляю Короче, моя дочка пришла Хочет внимания Она сделала, видать, кексики-мексики Хочет, чтобы дядя попробовал Давайте, девчата До свидания До завтра Подписываемся Пишите мне хорошие комментарии Отправляйте мне По целюльчике сердечки Как я вам Вы обратите внимание Это все взаимно, девочки Я вас очень уважаю И очень люблю И ваше мнение для меня очень важно Иногда я вредничаю Но ничего Вы подождите Я стану лучше Только ждите